Участников ежегодного августовского педагогического собрания Воронежа приятно удивило начало мероприятия. Они познакомились с самыми последними технологическими инновациями и оборудованием для организации образовательного процесса. Покорили всех роботы-андроиды. Это идеальное средство обучения. Их сегодня широко используют в школах и вузах по всему миру. Для России это новое слово в образовании. Прежде всего в дистанционном. Губернатор Алексей Гордеев смотрел выставку. Все надеются, что в ближайшие годы эта техника найдет массовое применение в российских школах. Присутствие губернатора на городском педагогическом форуме стало особым знаком внимания к проблемам образования областного центра. В масштабном мероприятии приняли участие более двух тысяч педагогических работников. Представители администрации городского округа город Воронеж, областной городской дум, департаменты образования, науки и младежной политики, учреждений высшего профессионального образования. Обсуждались самые насущные вопросы, связанные с началом учебного года. Готовность школ, заработная плата и социальная поддержка педагогов, вступление в силу закона об образовании и многое другое. Я вот послушал выступление руководителя школы, когда он сказал, вы знаете, у нас много проверяющих, там чуть ли не врагов, мало союзников, но я честно обижен. Покажите этих неумных и злых чиновников. Мы их будем изгонять из власти, кто не помогает школе. Я вам это обещаю. Покажите таких людей. Очень правильно, чтобы, начиная с районного звена, не говоря уже город и область, центр образования, имея в виду как орган управления, управление, департамент и так далее, были именно интеграторами, опирались на профессиональное сообщество. И вот все, что сейчас касается выработки уже наших региональных законов, в свете нового федерального закона, новых стандартов, мы это должны делать с вами вместе, опережая другие регионы, становясь и примером, и более сильными. Это нам дает возможность получать дополнительные деньги. Все-таки сегодня область на уровне федерального центра входит в десятку лучших регионов по разным коэффициентам и показателям. Говорил губернатор и о заработной плате. Алексей Гордеев обещал, что областная власть будет делать все, чтобы труд учителей оплачивался достойно. Ведь бесспорно, эта профессия самая нужная. Сегодня в Воронеже не хватает, например, учителей начальных классов и воспитателей в детских садах. А для самих педагогов самое главное – это их ученики. Я считал и всегда считаю, что школа – это центр, это основное. И все чиновники и руководители всех уровней, всех рангов, они должны в первую очередь работать для того, чтобы детям в школе было комфортно. Чтобы главное для нас – это обучение и воспитание, чтобы именно эти позиции для нас были определяющими. К сожалению, у нас сейчас получается так, что работу школы у нас часто оценивают не по тому, как учатся дети, как они участвуют активно в общественной жизни, а по совершенно другим критериям. То есть вовремя ли на сайте размещена информация, полная ли она, вовремя ли заключен договор на организацию питания школьников и прочее, прочее, прочее. А вот обучение и воспитание у нас, к сожалению, как-то иногда уходят на задний план. Вот хотелось бы, чтобы они были главными и определяющими. Впечатления от форума самые высокие. Действительно, сегодня впервые проходит форум на таком высоком уровне. Спасибо за это. Выставка высочайшая. Сегодня мы увидели действительно индустрию образования 21 века. И все, каждый директор сегодня мечтает о таком оборудовании в школе. Но я надеюсь, что в будущем это будет. И мы все будем жить в таком прогрессивном передовом школьном обществе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!